Новости! Доброго времени суток! Это новости последнего канала. В студии Анна Дейдер, и сейчас я расскажу вам все, что вы хотели и не хотели знать. Новости! Дом Гитлера перестроят в полицейский участок за 5 миллионов евро. Вот это поворот! Австрийское архитектурное бюро Марты Марты из федеральной земли Форар-Эльберг выиграло тендер на реконструкцию дома в городе Браунауна-Ин, где родился Адольф Гитлер. Най-най-най-най-най-най-най! К 2023 году здание 18 века решено перестроить в полицейский участок. На реконструкцию выделили 5 миллионов евро. Най-най-най-най-най-най-най-най! Сейчас МВД ищет место, куда перенесут мемориальный камень о Второй мировой войне и фашизме, чтобы здание получилось полностью нейтральным. Новости! В Совете Женщин России заявили, что девочек нужно готовить к семейной жизни с начальной школы, а то они станут старородками. What the fuck is this? В конце мая правительство Саратовской области опубликовало постановление, в котором говорится, что демографический кризис в регионе связан в том числе с желанием женщин получать образование и строить карьеру. Председатель Совета Женщин России Екатерина Лахова в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» заявила, что девочек и мальчиков нужно готовить к семейной жизни с начальной школы. Вот такая вот хрень. Я считаю, что если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к 30 годам мы считаем их старородками. Иногда вот разговариваю с молодой девушкой, а она говорит, что за границей рожают после 30-40. Но это не идеал, конечно. Самое нормальное время рожать где-то в 22-25, сказала она. Все, на этом прошу выключить телевизор! Итак, шел 2020 год. В России женщин учили, когда и как рожать. Новости! Лидер экстремистского движения «Мужское государство» Владислав Позняков сымитировал свое убийство. Боже мой, да всем насрать! Новости! Издание «Риафан» опубликовало рекламу поправок в Конституцию. В ней геи усыновляют ребенка, он плачет, а сотрудницы детского дома плюются. А твои родители, случайно, не урганы пищеварения? Нет? А тогда откуда у них, блядь, такое говно? В этой рекламе прекрасно все. Манерный накрашенный мужчина в роли мамы, платье, которое он купил то ли себе, то ли ребенку, сам ребенок, прекрасно отыгрывающий эмоции и недовольство ситуации. Карикатура в худшем ее проявлении. Что это за хуйня? Я просто не понимаю, реально, что это за хуйня? Да! Ролик уже удален с видеоплатформы за дискриминационные высказывания. Новости! Помните видео про музыкальное направление? Ой, блядь! Ой, блядь, блядь, блядь! Его, а также видео пацаны и вообще ребята обработали нейросетями. И теперь они доступны в хорошем качестве. Какое направление? Что за направление музыки играет там? Теперь роликами, которые давно уже стали мемами, можно насладиться в высоком качестве на канале Вескиркон Лайф. Новости! Это были не все новости. Я, Анна Дейтер, прощаюсь с вами до новых выпусков. Новости!